Лечить домашних животных будет негде. Рязанскую ветеринарную клинику, которая работает при областной ветеринарной лаборатории, закроют 31 декабря. Об этом сообщило руководство клиники на собрании с врачами. Причина закрытия – ветклиника нерентабельна. Мы не можем взять финансирование из областной ветеринарной лаборатории и переправить его на областную клинику. У нас клиника находится на самообеспечении. И мы можем тратить только те деньги, которые зарабатывает непосредственно данные структурных подразделений. Руководство уточняет, что раньше клиника принадлежала ветстанции и финансировалась за ее счет. Прежний директор передал ее ветлабораториям. Теперь же клиника на самообеспечение. Как говорят врачи, раньше 30% прибыли приносила клиника и 70% продажи кормов и аптека. Теперь же у ветклиники нет лицензии на продажу части препаратов и кормов. И деньгам взяться попросту неоткуда. А процесс получения лицензии очень сложный, говорит руководство. Против закрытия клиники выступают как ее сотрудники, так и клиенты. Они пришли за своими питомцами, которых вылечили здесь. Я даже за Байкальской сюда ездила, потому что врачи, которые здесь работают, они безупречны. И я пришла сюда не из-за того, чтобы им медаль на шею повесить. У всех бывают положительные и отрицательные стороны, если в любой лечебнице покопаться. Но вы поймите, я приходила сюда, мне полностью оказывали помощь. Мне не надо было никуда бежать. Я больной человек. Мне нужно, чтобы я пришла и мне все сделали. И мне больше ничего не надо. Вежливо, квалифицировано. Все есть. В чем дело? Ребят, давайте поговорим о том, что мешает-то. Врачи говорят, что в достаточном количестве им не поставляют медикаментов. А без лицензии торговать клиника не имеет права. Вот и получается, что самим заработать невозможно. Постоянные посетители готовы помочь клинике материально, только бы она не закрывалась. Вот только руководство склоняется к своему прежнему решению. Начальство по данному вопросу, в принципе, воздержалось от комментариев. Скорее было произнесено общей фразой, что на вас нужны деньги. У нас их нет. Хотелось бы вообще, конечно, чтобы нас реорганизовали, а не закрыли. Я думаю, что есть для этого средства. Я думаю, что вопрос этот можно уладить. Мы многим нужны. Мы многим помогаем. После встречи с руководством клиники активная группа граждан подготовила и зарегистрировала свое обращение, которое будет рассмотрено. По ходу этого обращения мы сегодня соберем неочередное заседание рабочей группы по данному вопросу. И дополнительно изучим, есть ли какие-то будут вопросы, ранее не встречавшиеся нам. Подготовим ответ. Если он не удовлетворит эту группу граждан, ну, наверное, будем встречаться еще раз. Проблем, скорее всего, две, говорит Владимир Губарев. Первое – это рабочие места для врачей. Их планирует трудоустроить в ветеринарную лабораторию. Второй вопрос – это отсутствие государственной ветклиники в районе. Вячеслав Губарев ответил, что есть государственные клиники и в других районах города. Он добавил, что сейчас руководство делает все, что в их силах. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.